И далее переходим к следующей теме нашего информационного блока, которую будем обсуждать более развернуто, будем говорить о контрнаступлении. Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению в районе Изюма в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики Американского института изучения войны. Российские военные частично отошли от Славянска и продолжают переброску своих сил на юг, чтобы войска поддерживали оборонительные позиции. На Херсонском направлении, в частности на юге, украинская армия успешно держит оборону и ведет контрнаступательные действия. Давайте услышим детали. Далее в сюжете. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины в бою захватили в плен 11 российских военных. Это произошло во время контрнаступления в Херсонской области. Также подразделениями украинской артиллерии была уничтожена вражеская БМП. Более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены. В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них один офицер, один прапорщик и 9 мобилизованных так называемой ДНР. Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. Фейсбук. Несмотря на численность российских войск, у ВСУ есть возможности для успешного контрнаступления на юге. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке Майк Малин. Однако он подчеркнул, что Запад должен помочь стране оружием. Я считаю, что его нужно остановить. Я не думаю, что он собирается останавливаться. И мы, наши союзники НАТО, в частности Соединенные Штаты, должны продолжать предоставлять оружие, которое у нас есть, со скоростью, которое позволит украинцам продолжать противостоять и поддерживать контрнаступление. Дух есть, желание бороться есть. Они должны обладать такой способностью. Так что в итоге, знаете, я думаю, что у украинцев это получится. Майк Малин. Адмирал ВМС США в отставке. В интервью CNN. Российские войска отводят часть сил с территории Донбасса. По информации аналитиков из Американского института изучения войны, это ослабит их группировку в районе Славянска и позволит украинской армии начать контрнаступление в направлении Изюма в Харьковской области. Отвод части войск России из северной части Донецкой области лишит попытку наступления на Славянск необходимой боевой мощи, так же, как российские войска пренебрегли фронтами в Запорожской и Херсонской областях во время наступательных операций в Луганской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также свидетельствует о том, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей Южной оси. Из отчета на сайте Американского института изучения войны. То, что противник перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, ему не поможет, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных южных районах нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позицией на востоке перебрасывают на юг, Херсонскую и Запорожскую области, но это им там не поможет. Владимир Зеленский, президент Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией. По его словам, ВСУ активизирует контрнаступление на юге и планирует отвоевать 100% оккупированных территорий. В этой войне мы никогда не пойдем на уступки с точки зрения своей независимости, территориальной целостности и суверенитета. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. В интервью японскому медиа NHK. Вооруженные силы Украины уже освободили 1054 населенных пункта страны, ранее оккупированных российской армией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Там уже идет восстановление разрушенной инфраструктуры по плану Fast Recovery. Юлия Биль, специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.